Сейчас Юлия Коротких студентка гуманитарного университета. Школу девушка закончила в 2007-м. Тогда единый государственный экзамен еще не был обязательным. Юлия сдавала ЕГЭ по русскому и литературе. И уже тогда учителя отговаривали некоторых ее одноклассников от такой формы сдачи экзаменов. Отговаривали. Но кто плохо учился, отговаривали все-таки от ЕГЭ. Говорили, что лучше обычный экзамен. И все-таки сдавать. Потому что это все равно вердит. И меньше школы. Это действительно большой минус в работе школ. Сейчас мы пытаемся через нашу приемную комиссию, через отдел довузовской подготовки, доводить до школ эту информацию. Ректор бывшего педа Валерий Юнблюд не раз сталкивался с такими проблемами. Приходят абитуриенты и жалуются, что у них нет результатов ЕГЭ по тем предметам, которые нужны для поступления в ВУЗ. А по закону ни один ВУЗ в Кирове не может зачислить выпускника школы без ЕГЭ по профильным для факультета предметам. Есть такие примеры и в другом ВУЗе области – в Вятском государственном, бывшем политехе. Аттестат с пятерками, прекрасно подготовленный выпускник школы хочет поступить на специальное строительство архитектуры. Но при этом у него нет изданного ЕГЭ по физике и в соответствии с правилами приема мы вынуждены были отказать. Как говорят ректоры кировских ВУЗов, чаще всего абитуриентам не хватает ЕГЭ по физике, химии, географии и биологии. Эти предметы считаются более сложными, и дети боятся их сдавать. Свой вклад, уверяет руководство ВУЗов, вносят и учителя, порой отговаривая одиннадцатиклассников сдавать трудные предметы. В зависимости от результатов сданного ЕГЭ, управления образованием, департамент составляет сообразный рейтинг, и школа может просто оценить себя, то качество образования, которое в каждой школе есть по сравнению с другими образовательными учреждениями. Директор 28-й школы Николай Целищев соглашается. Да, от ЕГЭ зависит рейтинг школы, но уверяет, его учителя никогда не давят на детей. Вот и сейчас директор лично идет в одиннадцатый класс, чтобы сказать детям, у них остался месяц, чтобы выбрать, какие экзамены они будут сдавать. Дорогие ученики одиннадцатого, я напоминаю вам вот о чем. У вас первого марта, вам первого марта нужно предстоит очень трудный и очень важный выбор. Вам нужно будет определиться с теми предметами, которые вы будете сдавать в форме ЕГЭ. Со своим выбором Алина Городникова определилась еще год назад, поэтому известие директора девушку не озадачила. Алина готовится сдавать ЕГЭ по литературе и английскому. Мне очень нравится английский язык. И то есть, когда я пришла к роду, что я скорее всего буду лингвистом, все дать мне я нашла институт, в который я хочу поступать, и посмотрела, какие экзамены нужно сдавать. В итоге мой выбор был на русский, но обязательно предмет литературы и иностранный язык. Кстати, оценки по ЕГЭ никак не влияют на школьный аттестат. Поэтому бояться испортить его плохим результатом экзамена не стоит. А при поступлении в ВУЗ даже тройка за ЕГЭ по нужному предмету будет решающей. Евгения Демина, Алексей Стахеев, Алексей Юферев, Даниил Кочкин. Бюро новостей Довича.